С понедельника в области началась неделя национального проекта здравоохранения. В связи с этим аппаратное совещание прошло в областном клиническом онкологическом диспансере. В начале заседания губернатор Сергей Морозов уведомил, что в 2021 году планируется начать строительство нового лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера. Несомненно, все, что касается онкологических заболеваний или новообразований, для нас это тема одна из самых актуальных, самых злободневных, причем не только для Ульяновской области, но и для Российской Федерации. Строительство нового корпуса позволит создать новые места в учреждении здравоохранения. Губернатор распорядился изложить в бюджете необходимые средства. Реализация национального проекта в регионе должна увеличить среднюю продолжительность жизни к 2024 году до 77 лет. Это будет одной из тем обсуждения в наступившей неделе. Всего планируется провести более 200 мероприятий. Важнейшими из них будут единые дни диспансеризации и прием главных врачей. Запланированы другие важные мероприятия. Должен быть такой массовый, серьезный осмотр уже проведенных ремонтных работ и ведущихся, заканчивающихся до сих пор, потому что у нас их в большом количестве по региону на сегодняшний день идет и зафиксировано. И с целью контроля в первую очередь, с целью понимания ситуации, куда двигаемся дальше. Губернатор раскритиковал руководителей муниципальных образований за низкий темп проведения диспансеризации и профессионального осмотра. Еще одна острая тема – кадры. В настоящее время многие профильные специалисты уезжают в Москву. Для закрепления кадров в регионе, по мнению Сергея Морозова, нужно принять ряд управленческих решений. Гордимся своим корпоративным университетом. Может быть, в рамках этого коллектива, может быть, еще как-то в рамках самого министерства создадим такой своеобразный корпоративный медицинский университет, который бы активно занимался вопросами корпоративной культуры и, прежде всего, кадровой работы. На аппаратном совещании губернаторам был озвучен ряд кадровых изменений. Начальником управления охраны объектов культурного наследия назначит Денис Герасимов. Прежде он возглавлял агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов. Новый руководитель управления уже получил первое задание. Оно касается разработки законопроекта об увековечении памяти знаменитых симбирян и ульяновцев. Во-первых, законопроект сопроводить, чтобы он обязательно был принят до конца этого года. И поэтому надо уже активно встречаться с фракциями, с комитетами, с депутатами. К Валерию Васильевичу прийти сначала. Во-вторых, обязательно надо готовить серьезную программу. Или, так сказать, в те программы, которые у нас есть, там специальный раздел. С должности руководителя управления государственной службы кадров администрации губернатора ушел по собственному желанию Александр Рябаконь. Исполнять обязанности начальника управления будет первый заместитель главы администрации Елена Чехунова. В ее полномочия войдет также все, что касается корпоративной культуры и бережливого управления. Несколько изменений касаются работы общественного транспорта. Губернатор поручил создать региональную транспортную инспекцию, которая займется контролем за вопросами пассажирских перевозок. Увеличение количества чиновников при этом не произойдет. А руководителям муниципальных образований поручено до пятницы предоставить докладные записки о состоянии пассажирских перевозок в районах области. Многие села очень большие с точки зрения, так сказать, растянутости. И в них привозят ребят из соседних сел в школу. Значит, и получается, обратите внимание, что из соседнего села, так сказать, ребенка везут из Дорва в саму школу. А в самом селе, так сказать, ребенок идет почти три километра по селу, так сказать, там зимой или по слякаться, и его автобус проезжает мимо и не сажает, потому что, ну вот, вроде бы это не входит в порядок в школьный маршрут. Я считаю, что это, конечно, неправильно. Продолжается обновление общественного транспорта по действующей региональной программе. Приобретаются автобусы средней вместимости. Это должно существенно улучшить пассажирские перевозки. Наше предприятие ПТП-1 приобрело на сегодняшний момент 22 автобуса, и вы видите, что мы существенно увеличили больше, чем в два раза присутствие таких автобусов на маршрутной сети города Ульяновска. До конца года будет приобретено еще минимум 60 новеньких автобусов. Все конкурсные процедуры уже объявлены. Эти автобусы будут отправлены в том числе в муниципальное образование. В сельские районы отправят 22 автобуса средней вместимости. Оглядя на обновление транспорта, в программе решили принять также некоторые частные перевозчики. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости Улправда ТВ.